всем привет с вами канал linux for user и в этом видео я покажу как установить linux mint вместе с windows 8 а также это видео подойдет и тем кто хочет установить linux mint не переустанавливая windows более подробную информацию о том что будет в этом видео вы можете посмотреть в описании на канале linux for user в описании каждого видео есть содержание тайминг то есть вам не обязательно смотреть все видео вы можете кликнуть на ссылку а точнее на нужное вам время и посмотреть только тот момент который вас интересует если вы смотрите это видео впервые то я советую вам посмотреть его полностью чтобы не пропустить никаких важных моментов где скачать установочный образ windows я думаю вы знаете поэтому сейчас покажу где скачать linux mint скачать этот дистрибутив можно на сайте linux mint точка ком ссылка будет в описании видео нажимаем download all versions и выбираем самую новую версию как вы видите можно выбрать несколько графических оболочек здесь выбирайте ту оболочку которая вам понравится то есть выбирайте на свое усмотрение можете в гугле посмотреть как визуально выглядят эти оболочки вот так выглядит кейди синамон мэйт и xfc кстати вот что касается xfc то эта оболочка лучше подойдет для компьютеров у которых слабое железо потому что это достаточно простая и легковесная графическая оболочка и соответственно она не так требовательна к ресурсам что касается меня то я предпочитаю устанавливать linux mint с графической оболочкой синамон также как вы видите здесь есть 32-битная и 64-битная версии если у вас архитектура процессора поддерживает 64-битную версию операционной системы то соответственно ее и скачивайте если же нет то скачивайте 32-битную я буду скачивать 64-битную скачать можно либо с одного из серверов список которых находится чуть ниже либо используя торрент-клиент я буду скачивать через торрент в этом видео я буду показывать установку на компьютер с bios то есть на те компьютеры у которых материнские платы не поддерживают юфай и сейчас я поясню что делать если вы точно знаете что ваша материнская плата поддерживает юфай и вы хотите установить операционные системы в режиме юфай а также поясню что делать если вы не знаете поддерживает ли ваша материнская плата юфай для тех кто собирается устанавливать linux mint на компьютере с юфай тогда смотрите видео по установке ubuntu на компьютере с юфай там я рассказывал как настроить юфай и как установить операционную систему в режиме юфай установка ubuntu почти ничем не отличается от установки linux mint так как linux mint основан на ubuntu есть только небольшие различия в графическом интерфейсе и все в общем кликнув на соответствующую ссылку вы можете посмотреть видео по установке linux на компьютер с юфай если вы не знаете поддерживает ли ваша материнская плата юфай в таком случае смотрите видео в котором я рассказывал как определить поддерживает ли компьютер юфай кликнув на соответствующую ссылку вы можете приступить к просмотру видео в котором вы узнаете как определить поддерживает ли ваш компьютер юфай видео откроется в новой вкладке браузера и после его просмотра вы сможете продолжить просмотр этого видео. Для тех, кто будет устанавливать Linux Mint на компьютер с BIOS, тогда продолжайте смотреть это видео. Если будете устанавливать Linux Mint без переустановки Windows, тогда сразу делайте загрузочную флешку с Linux Mint. Соответственно, для тех, кто устанавливает с нуля, сначала делайте загрузочную флешку с Windows и после того, как установите Windows, сразу же делайте загрузочную флешку с Linux Mint. То, как сделать загрузочную флешку с Windows и с Linux, я показывал в одном из своих видео. Кликнув на соответствующую ссылку, вы можете посмотреть это видео. Когда сделаете загрузочную флешку, загружаетесь с нее. Как это сделать, я думаю, вы знаете, но на всякий случай я поясню подробнее. В общем, после включения компьютера, во время инициализации базовой системы ввода-вывода, обычно в ходе этого процесса отображается модель материнской платы или, например, объем оперативной памяти, модель процессора и так далее. Так вот, в этот момент нужно запустить boot-меню. Я сделал вот такую табличку. Поставив это видео на паузу, вы можете найти производителя своей материнской платы и посмотреть, на какую клавишу нужно нажать, чтобы запустить boot-меню. В моем случае это клавиша F8. Еще раз повторюсь, если вы устанавливаете Linux Mint без переустановки Windows, кликнув на соответствующую ссылку, вы можете пропустить установку Windows. Для тех, кто устанавливает с нуля, загружаемся с образа Windows, запускаем boot-меню и выбираем загрузку с флешки. Так как это видео на русском языке, поэтому я выберу русский язык, вы выбираете тот, который будет для вас удобнее. И затем просто следуем инструкциям установщика. Принимаем соглашение. Тип выбираем выборочное. Создаем раздел для операционной системы Windows. Я выделю 50 гигабайт. Вы же можете выделить на свое усмотрение. Например, 40 или 60 гигабайт, в зависимости от того, какие программы вы будете устанавливать. Форматируем раздел. Далее создаем раздел для хранения личных файлов. Выделяем под него все оставшееся место. Форматируем его и на второй раздел устанавливаем Windows. Все, операционная система Windows установилась. Теперь перезагружаем компьютер. И загружаемся с образа Linux Mint. Вот я загрузился с Linux Mint. Теперь нужно будет запустить программу, в которой мы будем делать разметку жесткого диска. Для этого переходим в меню. В поиске вводим GP. И запускаем программу Gparted. Как вы видите, вот здесь отображается меню программы. Вот здесь информация о разделах. А вот здесь программа Gparted нам показывает, какие устройства в данный момент подключены. Так как я устанавливаю операционную систему на виртуальную машину, поэтому у меня здесь отображается виртуальный жесткий диск, под который я выделил 120 гигабайт и флешка, с которой я загрузился. DEV – это от слова DEVICE, по-русски устройство. SDA – это имя жесткого диска. Ну а цифра рядом с разделом – это, соответственно, номер раздела. Как вы видите, в флешке назначилось имя SDB, то есть при обнаружении нового устройства в алфавитном порядке меняется последняя буква в имени жесткого диска. Например, следующее устройство уже будет называться DEVSDC. В общем, если у вас еще будут подключены какие-то устройства, программа G-Party их определит, и вы сможете из этого списка выбрать нужное вам устройство. Ориентируйтесь по размеру, то есть уже сразу понятно, что 120 гигабайт – это жесткий диск, а 4 гигабайта – это флешка. Также вот видим три раздела. Первый раздел – под загрузчик Windows, и как вы уже знаете, он автоматически создается во время установки Windows, а точнее, во время разметки жесткого диска. Второй раздел – это раздел, на котором установлена операционная система Windows, то есть этот раздел отображается в Windows как диск C. Ну и третий раздел – это диск D. Сейчас нужно будет выделить свободное место под разделы Linux Mint. При установке Windows большинство пользователей делает вот такую разметку жесткого диска, то есть обычно диск C используется как системный раздел, а диск D используется для хранения личных данных, то есть для документов, фильмов и так далее. Если вы не переустанавливали Windows и не делали бэкап, то есть резервную копию ваших файлов, то делать ее не нужно, потому что когда вы будете выделять свободное место, никаких данных с раздела не потеряете. Если вы опять же не переустанавливали Windows, но у вас все хранится на диске C, то есть нет диска D, тогда я вам рекомендую выделить свободное место не только под разделы Linux Mint, но и под диск D и сразу же его создать. А уже потом создавать разделы под Linux Mint. Чуть позже я покажу как это сделать. Так как у меня этот раздел есть, соответственно я буду выделять свободное место только под разделы Linux Mint. Отрезаем место от диска D, если же у вас нет этого раздела, тогда отрезайте от диска C. Чтобы это сделать, нажимаем правой кнопкой мыши на третий раздел, затем нажимаем Resize Move, напротив FreeSpace указываем то сколько нужно выделить свободного места. 50 гигабайт будет вполне достаточно, это я даже выделяю с запасом, потому что я не знаю какие программы вы будете устанавливать, сколько места будет занимать кэш, раздел подкачки и так далее. Вот здесь указываем мегабайты. Ну и как вы уже поняли, если у вас сейчас нет диска D, то соответственно вам нужно выделить больше места, чтобы сначала создать диск D, а потом уже создавать разделы под Linux Mint. Нажимаем правой кнопкой мыши на неразмеченную область, затем New либо клавишу Insert. Для тех кто сейчас создает диск D, тогда напротив New Size указывайте то сколько будете выделять место под этот раздел. И вот здесь указывайте файловую систему NTFS. Для тех у кого диск D есть, соответственно делать этого не нужно, а нужно создать расширенный раздел, то есть раздел Extended. Выбираете Extended Partition и нажимаете Add. Позже я поясню что это за расширенный раздел и про виды разделов. А сейчас создаем новый раздел, это будет раздел подкачки. Я советую вам его создать, потому что если вы переведете компьютер в спящий режим, то все запущенные приложения будут выгружаться из оперативной памяти в раздел подкачки. И когда вы выведете компьютер из спящего режима, все запущенные приложения обратно выгрузятся из раздела подкачки в оперативную память. А также если у вас не будет хватать оперативной памяти, то есть будет происходить переполнение, то также все лишнее будет выгружаться в раздел подкачки. Выделяем под этот раздел столько места, сколько у вас оперативной памяти. Я выделю 8 ГБ. Указываем здесь Linux Swap и затем нажимаете Add. Минт. Теперь нужно будет создать корневой раздел, то есть это будет системный раздел под Linux Mint. Выделяем под него все оставшееся место и указываем файловую систему Ext4. Если вы сделали что-то не так и хотите отменить какие-то действия, тогда нажимаете на вот эту стрелку и отмененные действия отслеживайте внизу вот в этом поле. Если все сделали правильно, тогда сейчас нужно подтвердить все изменения. Для этого нажимаем на вот эту стрелку Apply All Operations. И нажимаем Apply. Теперь поясним по поводу расширенного раздела и видов разделов. Так как у нас разметка в формате MBR соответственно разделов Primary и их ограниченное количество и можно создавать только 4 раздела. Поэтому я и создал раздел Extended, потому что в нем можно создавать десятки логических разделов. Первичные разделы от логических ничем не отличаются, поэтому нет разницы что и на какой раздел устанавливать. Просто когда создавали операционную систему, объемы жестких дисков были небольшие, всего несколько мегабайт и изначально не думали о том, что разделов может быть больше 4. Подробнее о том, почему разделов Primary можно создавать не больше 4 и что такое MBR, вы можете узнать, посмотрев видео, которое называется «4 способа восстановления загрузчика Grab 2». Кликнув на соответствующую ссылку, вы можете приступить к просмотру этого видео. Для тех, кто понимает, почему, на мой взгляд, такая разметка будет самой оптимальной для начинающего пользователя Linux, можете кликнуть на соответствующую ссылку, тем самым пропустить то, что я сейчас буду говорить и приступить к установке Linux Mint. В общем, некоторые пользователи Windows не могут сразу резко перейти на Linux и переходят постепенно. И на мой взгляд, как раз вот такой вариант разметки позволяет продолжать пользоваться Windows, постепенно осваивать Linux и переходить на эту операционную систему. Вот этот диск D будет общим хранилищем всех ваших личных данных, то есть документов, фильмов, музыки и т.д. Так как ваши личные данные будут находиться на диске D, поэтому с остальными разделами вы можете делать все что угодно, и никакие ваши данные не пострадают, но конечно же при условии, что вы не будете форматировать сам диск D. То есть, если что-то произошло с Windows, либо с Linux, ничего страшного в этом нет. Вы без проблем сможете либо переустановить любую из операционных систем, либо загрузиться с Linux Mint в лайв-режиме, то есть так как мы сейчас загрузились с флешки. Затем перейти в файловый менеджер, здесь зайти на диск D и получить доступ к вашим личным данным. В некоторых видео на YouTube или в каких-нибудь руководствах по установке Linux рекомендуют создавать раздел Home и при работе в операционной системе Linux сохранять все личные данные на этот раздел. На мой взгляд, начинающим пользователям Linux, которые продолжают пользоваться Windows, раздел Home создавать не нужно, так как проблема в том, что в проводнике Windows не будет отображаться, соответственно, когда вы поработаете, например, с каким-нибудь текстовым документом в Linux и сохраните его на раздел Home, то продолжить работать с этим документом в операционной системе Windows вы уже не сможете. Потому что в разделах Home тип раздела Linux и файловая система EXT4. Так вот по умолчанию операционная система Windows не понимает тип раздела Linux и файловую систему EXT4. Эту проблему можно решить, установив специальный драйвер или еще какие-то программы, но в операционной системе Windows могут возникнуть проблемы с записью файлов на раздел. Либо будет маленькая скорость передачи данных, либо постоянно придется запускать программу, чтобы скопировать какой-то файл. И самый простой способ решения всех проблем – это создать общий раздел с файловой системой NTFS, что мы, собственно, и сделали, создав DiskD. Потому что Linux Mint, в отличие от Windows, без проблем распознает различные типы разделов и файловые системы, так как там уже имеется соответствующее программное обеспечение. И в нашем случае незачем создавать раздел Home. На первый взгляд звучит все это как-то сложно, но на самом деле все довольно просто. Посмотрев видео по настройке Ubuntu, вы узнаете, как в Linux Mint сделать ссылки на директории, находящиеся на диске D. Если вы заранее сделаете эти ссылки, то при сохранении файлов в Linux вам даже не нужно будет задумываться о том, что их надо сохранять на DiskD, чтобы с ними можно было работать в Windows. Кликнув на соответствующую ссылку, в новой вкладке браузера откроется видео по настройке Ubuntu. И как только вы досмотрите это видео, сразу же рекомендую перейти к просмотру видео по настройке Ubuntu. Иногда вы можете увидеть, что создают раздел Boot, чтобы ядро системы и загрузчик находились не в корневом разделе, а в отдельном разделе. Но опять же в нашем случае незачем это делать. И на будущее сразу поясню еще один такой момент. Если вы будете устанавливать только Linux без Windows и будете использовать Linux в качестве настольной системы, а не для сервера, тогда можете сделать вот такую разметку. Как вы видите, первый раздел это раздел подкачки, второй раздел он под саму операционную систему и третий раздел под какие-то личные данные, то есть документы, фильмы и так далее. Запускаем установщик Linux Mint, выбираем язык, так как это видео на русском языке, соответственно я выберу русский язык, вы выбираете тот, который будет для вас удобнее. Затем нажимаем продолжить, продолжить, выбираем другой вариант, затем находим раздел подкачки, это у нас пятый раздел, нажимаем Change и вот здесь еще раз указываем, что это раздел подкачки. Нажимаем ОК, здесь нажимаем продолжить. Далее у корневого раздела, то есть у раздела SDS6 опять указываем файловую систему EXT4, ставим галочку форматировать и точку монтирования ставим слэш. А если бы это был, например, раздел Home, то соответственно нужно было бы выбрать слэш Home. Вот здесь убедитесь, чтобы у вас было выбрано DevSDA, то есть чтобы был выбран жесткий диск, а не раздел. Затем нажимаем установить сейчас, продолжить, вот здесь указываете часовой пояс, например, пускай это будет Иркутск, продолжить, вот здесь выбираете раскладку клавиатуры, я выберу русскую, а вы выбираете ту, с которой вам удобнее набирать текст. Ну и здесь вводим имя, затем имя хоста, точнее имя компьютера, я, например, введу комп и вводим пароль. Теперь что касается шифрования домашней директории пользователя, которая будет находиться в директории Home. Если вы вот здесь поставите галочку, если кто-нибудь, имея физический доступ к вашему компьютеру, вставит в него флешку и загрузится в Live-режиме с какого-нибудь дистрибутива Linux, как мы это сделали сейчас, то доступ к файлам не получит, так как директория пользователя будет зашифрована. Так как в нашем случае все личные данные будут храниться на диске D и скорее всего вы не будете оставлять свой компьютер без присмотра и навряд ли кто-то целенаправленно захочет получить доступ к вашим файлам, поэтому нет особого смысла шифровать домашнюю директорию пользователя. В общем, ставите эту галочку на свое усмотрение, но я на всякий случай поставлю. Затем нажимаем продолжить и вот пошла установка. Все, установка Linux Mint закончена, нажимаем перезагрузить, здесь нажимаем Enter и вот появилось загрузочное меню Grab. Внизу мы видим таймер, сейчас я его остановлю, так вот вот этот таймер показывает в течение какого количества секунд загрузчик Grab 2 дожидается выбора одной записи меню. Если вы ничего не выберете, Grab запустит выбранную операционную систему по умолчанию, то есть загрузится Linux Mint. Время таймера по умолчанию это 10 секунд, но все это можно настроить, а также можно изменить порядок загрузки операционных систем по умолчанию. То есть можно сделать так, чтобы по истечению времени таймера загружалась, например, операционная система Windows. Чтобы узнать как это все настроить, смотрите видео по настройке Ubuntu. Так как Linux Mint основан на Ubuntu, поэтому некоторые настройки такие же. В общем, как вы уже наверняка поняли, чтобы загрузиться с Windows, выбираете последний пункт, если хотите проверить оперативную память на ошибки, можете запустить утилиту MEM-тест. Ну и чтобы загрузиться с Linux Mint, соответственно, нужно выбрать Linux Mint. Здесь выбираем имя пользователя и вводим пароль. Нажимаем Enter. Когда вы в Linux Mint зайдете в файловый менеджер и смонтируете диск D, проще говоря, подключите его к файловой системе, чтобы получить доступ к своим личным данным, так вот сейчас в моем случае все нормально, то есть вот он диск D. Но может появиться примерно вот такая ошибка, в которой говорится, что не удалось смонтировать раздел. И если у вас такая проблема возникнет, тогда перезагружайте компьютер и загружайтесь с Windows. Затем нажимаем на пуск и сразу вводим CMD и затем нажимаем сюда правой кнопкой мыши и выбираем запуск от имени администратора. И вот, чтобы решить проблему с монтированием диска D в операционной системе Linux, нужно выполнить следующую команду и нажимаете Enter. Если у вас была проблема с монтированием диска D, тогда можете сейчас перезагрузить компьютер и проверить, нормально ли монтируется диск D. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, делитесь им с друзьями и до встречи в следующем видео.